Привет, ребята. Сегодня мы немножко поговорим о APG, это API Gateway от компании Google. Google в свое время купил компанию. Зачем он нам нужен и почему мне лично на нескольких проектах его пришлось использовать в связке с Google Cloud. Итак, APG — это API Gateway, который нам дает возможность безопасных API Calls, троттл-трафика, контролировать трафик, кэшировать, полиси на разные накладывать и так далее. Вплоть до того, что у него есть интегрированный портал, а также вы можете сделать внешний на Drupal портале, куда люди будут логиниться и дальше подключаться на бакенды. Это все возможно, гибко настраивается. Одна из фич есть — это анализ API трафика. Соответственно, вы можете анализировать трафик, угрозы, вторжения и так далее, применять какие-то рейт-лимиты к этому, также монетизировать ваши API Calls и так далее. То есть функционал очень огромный. Google сейчас активно развивает, Google активно пушит этот солюшен, поэтому стоит на него посмотреть внимание. Но он очень дорогой, сразу поговорю, прайс бешеный, и на данный момент его надо использовать только в определенных кейсах, о которых мы чуть-чуть позже поговорим. С IPG вы можете делать API Proxy для RESTful, HTTP-based и так далее. Он легко дает вам… у него есть development портал, в котором можно делать свои полиси, делать несколько инварментов и применять эти полиси к разным инварментам, соответственно, их описывать. Да, это не нужно получить experience для того, чтобы с этим работать. Там на JSON немногое пишется, но как бы тот функционал, который он дает, это один из лучших на текущий момент на всем рынке. Грубо говоря, API G можно использовать в мультиклаудах, в распределенной инфраструктуре с разными клиентами. Это полный цикл вашего API, подхода к API ваших аппликейшенов, интеграции с разными бэкэндами и так далее, и мобильные аппликейшены, и разные клауды и так далее. Когда у нас были монолитные аппликейшены, все было намного проще и легко. С появлением большого количества микросервисов, тут в каждом микросервисе появилось свой RESTful API. Нам надо было как-то контролировать трафик, как-то накладывать рейт-лимиты на полисе и так далее между микросервисами и контролировать это. Вот API G нам предоставляет такую возможность несколькими способами. Чуть-чуть дальше будут скрины, и мы об этом поговорим, как же все-таки это делать. Я расскажу на проекте, как мы это использовали. API G — это унифицирован, как я уже говорил, для безопасности, аналитики, оперейшена, ронтайма, монетизации, девелопмент-портал, в нем есть мониторинг, и интеграции с разными системами. Плюс это накладывается на мультиклауд, на гибридные солюшены и так далее. API G стандартно работает в клауде, это SaaS solution. Но есть второй режим, когда вы можете его тебе задеплоить. Тоже немножко позже поговорим. Inside out для нашего API G как идет? От бэкэнда к нашему юзеру. Проходим API team, API, developer и так далее. И в обратную сторону от юзера к бэкэнду это идет. API G — это как раз от клаудной солюшен, который работает в клауде, где мы можем разворачивать наши API Gateway, наши сервисы. Суть в том, что чтобы нам с ним начать работать, мы заходим, регистрируемся там. Он сейчас интегрирован с Google Cloud, с Google авторизацией уже. И мы штатно, если у нас бесплатный аккаунт, мы можем создавать три тестовых инваркмента. Может сейчас что-то поменялось, раньше было таким образом. Если у вас платный аккаунт, еще больше функционала. И вы в нем можете создавать свои API Gateway, указывать, где ваши бэкэнды находятся, конфигурить policy, security, включать аналитику, в которой визуально это видно, на какой API call пошел, где вас ломали, где большой трафик и так далее. Это все видно, все это доступно, и это все удобно посмотреть в одной консоли. Что нам API GCH предоставляет? Как я сказал, security, rate limit, квоты, кэширование, аналитика, трансформация наших запросов, course, cross-origin, ресурсы, sharing, fault, handling и так далее. Там большой список. Тут на картинке вы видите, что у нас он разделен на две части. Есть API GCH, в котором крутятся менеджмент наши сервисы, аналитика, developer portal, менеджмент сервисы, контроль трафика, security. Это все крутится в клауде. В клауде в GCP это крутится. Вы этого не видите, это от вас отделено. И runtime, где ваши аппликейшены крутятся, API сервисы, ваши бэкэнды. Это может быть в том же GCP, а может быть вообще в on-premise, и это наставится дополнительный компетент, и вы интегрируетесь для контроля трафика. А можете просто принаправлять трафик к вашим бэкэндам. Приходит у нас запрос API call на клауд, на endpoint, который находится в IPG в клауде. Дальше он идет по сети Google, грубо говоря, по внутреннему нетворку, и уже доходит до ваших бэкэндов. Без разницы, в каком регионе оно находит. И тут может быть аппликейшены разные у вас. И инфраструктурные, и аппликейшены, и микросервисы, и монолитные аппликейшены, и вот в разных клаудах, и вон премию в собственном дата-центре. Это все скрыто за APIG будет. Это ваши бэкэнды. Это портал. Это девелопмент-портал, в котором можно писать свои полиси, свои правила, как перенаправлять трафик, как трансформировать API call, подключать авторизацию и так далее. Это все происходит в девелопмент-портале. Вы при этом, суть в том, что можете настроить полиси, и потом гибко их заатачить на нужный environment и переключаться. Вы их можете сделать универсальными для нескольких environment. Это все конфигурируется в девелопмент-портале, где можно посмотреть и статистику потом, и так далее. APIG, micro-gateway. Это маленький компонент, который ставится у вас возле ваших аппликейшенов, который будет контактировать с API agent, с аналитикой, отправлять туда аналитику. Как на вот этой картинке вы видите. Есть у нас APIG cloud, есть Edge microservices, micro-gateway, который ставится у вас, например, в вашем environment, где у вас есть Kubernetes или не Kubernetes, виртуальная машина в GCP проекте. Вы его настраиваете, интегрируете, и дальше он отсылает аналитику об Edge, для того, чтобы это было централизованно видно, и получает данные оттуда. Полиси, rate limit и так далее. И уже ваши микросервисы взаимодействуют с Edge, и клиенты приходят на Edge. Тут мы можем увидеть, что у нас в качестве аналитики, она собирается, анализируется, визуализируется, и потом применяется какое-то действие. Это полный цикл для работы с API. Вопеджи очень мощный модуль для работы с аналитикой, для того, чтобы увидеть, что кто делал, как сделать какую-то аналитику, статистику посмотреть. Это один из классов инструментов вопеджи, который нам дает. Development portal – это как раз там, где мы можем конфигурить наши полиси, и так далее. Мы можем… На данный момент есть 4 варианта development портала. Это APG integrated портал, штатный в APG. Есть Drupal 7 портал, он внешне, он не хочется на APG, но он уже депритик. Он скоро будет выделен. Drupal 8 поддерживается, даже с суппортом поддерживается. Вы можете на нем конфигурить собственный портал, from 10, грубо говоря, и через него люди будут логиниться, отсылаться в APG, применяться какие-то полиси, дальше идти на ваши бэкэнды. И можете кассовный портал тоже написать. Он поддерживает с суппортом только API-колы. Давайте посмотрим, что же нам надо. Если у нас приватный клауд и private-клауд-кастомер, то Drupal можем, если нет, ютинг-монетизацию, если да, Drupal, если нет, для базовых кейсов нам подходит APG портал. Я использовал на проектах, мы использовали, когда стартовали проект, APG портал, и нам его очень хватало. Это все классно, все хорошо в качестве API-GTWay. Он нам дает возможность сделать унифицированное один API-GTWay для большого количества сервисов, там прикрутить разные авторизации, контролировать вторжение, security, аналитику делать и так далее. Но есть одна особенность в GCP, которая нас заставляет использовать APG. это тот кейс, когда у вас в GCP Cloud DNS работает таким образом. Он может вам давать только следующую запись. Не так, как в AWS Road 53, в котором мы можем настроить геополиси и балансировать по георегионам. А так как в GCP, если мы используем regional, используем TCP-шный load balancer, а Istio, например, как Service Mesh в Кубернетике использует TCP-шный load balancer, и он региональный, и мы не можем сделать cross-region, и нам надо применять сторонние средства. Так вот, APG отлично нам помогает в этом кейсе. APG мы можем настроить как прокси-сервер, как load balancer, и там настроить геополиси, которые реально вам помогут, и вы сможете контролировать откуда, с какого региона, на какой бэкэнд или группу бэкэндов вы можете направить трафик. И при этом контролировать полиси, при этом контролировать разные API-коллы на безопасность, рейт-лимиты с общей авторизацией. Используется это таргет-серверы мы должны настроить, дальше будет пример. API-джей, да, вот у нас пришли, он как проксики, пришли разные запросы, и мы отослали на разные таргеты. Это все, и он будет проектирующим прокси-сервером, на котором можно реализовать много логики, обработку по хейдерам, что-то еще, применить какие-то полиси, определить, с какого региона пошел запрос, на какую группу бэкэндов отправить. Это все можно делать на API-джей. И в GCP, кроме как API-джей, у вас другого варианта не будет, штатного сервиса. вы можете использовать другие салюшены, сторонник вендоров, это да, но если у вас связка интеграция с GCP, то стоит смысл обратить на API-джей. Как происходит балансировка трафика на лоуд-балансере? Раунд-робином, по весу, по лист-коннекшену, ну и, соответственно, можно применить полиси по гео-регионам. Когда мы входим в API-джей, API-прокси мы настраиваем, у нас есть несколько типов прокси, которые мы можем настроить, реверс-прокси, софт-сервис, нотаргет, хостат-таргет и так далее. И дальше прописать бэкэнды. Вот такую схему нам пришлось строить на одном из проектов. И вот тут мы столкнулись с такой проблемой, что это у нас разные регионы. Они очень далекие. Один в Европе, второй в Штатах. Это на картинке всего лишь два региона. На самом деле у нас было их больше. У нас в каждом был Istio Ingress Getway, который использует TCP-шный load balancer в GCP. И нам надо было балансировать трафик между, когда он приходится, определено, с Европы отправлять в Европу, со Штатов в Штаты и так далее, обрабатывать разные полисы. И тут нам помог очень сильно API-джей. За счет того, что мы на нем смогли сделать и на нем можно реализовать load balancer с геополиси. На нем же мы синтегрировали Istio через Istio адаптер. И мы смогли обрабатывать полиси, рейт-лимиты, авторизации между микросерверсами и отсылать аналитику назад. Она отсылается. Соответственно, таким образом у нас была единая точка авторизации через API-джей, с Эктив-директором, единая рейт-лимиты, полиси, все накрученные для наших всех сервисов. И они автоматически применялись и использовались во всех кубернет-искластерах. Плюс мы реализовали load balancing по геополиси. Вот таким образом. Это пример. Тут, конечно, нет спродакшн информации, но мы сказали, что систем мы отправляем на какую-то таргет-группу с дефолт туда-то. У нас немножко сложнее было в схеме реализованной. Мы делали разные регионы Европы, Штаты и так далее. Также интегрируется API-джей с Istio. В Istio есть механизмы подключать разные адаптеры через компонент миксер, который управляет полиси телеметрией. Мы добавляем штатный адаптер API-джей он как адаптер к миксеру подключается контейнер запускается где мы настраиваем авторизацию и говорим, что если запрос пришел сюда, мы его верифицируем. Он отправляет запросы на API-джей клауд API-джей там запрашивается рейт-лимит полиси можно ли такому-то юзеру с каким-то токеном ходить и так далее. И также туда же отсылается аналитика, где потом все это можно посмотреть. Когда у вас один клауд, это не очень интересно. Но когда у вас большое количество кластеров с клауд, с с клауд, этот кейс очень классный, потому что вы конфигуриете свои все полиси, авторизации и так далее, помимо load balancing, в одном месте, для всех ваших клауд, на этих кластров, а не в каждом. Да, там есть ограничения, не все можно контролировать, дальше будет скрин, на котором можно будет это посмотреть. APG Hybrid, это новый, он в бете на данный момент, они его относительно недавно анонсировали, он нам позволяет развернуть наш, ваш, грубо говоря, часть APG у вас на месте, в вашем клауде, в дата центре и так далее, он поддерживает мультиклауд стратеги, состоит он таким образом, у нас есть менеджмент плен APG хостед, который хостится в Google клауде, в APG сервисе, и часть, которая хостится у вас в кубер нет, там поднимается Кассандра, и не только Кассандра, большое количество сервисов, до этого была возможность ставить APG он прем, но он требовал большое количество ресурсов, Кассандра, ZooKeeper, и так далее, которые кушали много ресурсов, это было накладно, плюс дополнительную лицензию. но таким образом на данный момент вы можете поставить часть сервисов к себе, они ставятся в Kubernetes у вас, остальные сервисы в APG Asia крутятся. Что они нам дают, какие компоненты тут ставятся? Message процессор, синхронизация, апачка Сандра и Mart для менеджмента всех этих запросов, менеджмент API для рантайма. Выглядит это вот таким образом. Тоже под капотом ИСТО используется, у вас есть ИСТО Gateway, через который приходит трафик, Message процессор, пайлоты, Mart, на котором менеджмент сервер и так далее, и аналитика. И это все собирается и дальше оно отправляется в Cloud. Но эта часть, грубо говоря, крутится у вас. И часть полисей здесь спешируется, которые вы настраиваете в Age. Они тут тоже есть. Соответственно, если в предыдущем с APG ИСТО адаптером у вас каждый запрос считайте и шел на APG Age, и они считают, тарифицируют по реквестам и API Call, то тут у вас все крутится локально. Но туда отсылается аналитика. Ну или оттуда затягиваются полисы, которые ваши. Что ж на самом деле выбрать? Какой вариант? Майкер Гатвей ист адаптер или APG Hybrid? Давайте посмотрим, чем отличается APG Cloud от Hybrid? APG Cloud имеет лайку, у нее есть development портал, авторизация и так далее. APG Hybrid этого нет на данный момент. APG API Runtime тоже самое в Cloud есть, в Hybrid еще в бете. Он относительно недавно появился. Development портал есть тоже только в Cloud. В Hybrid его нет. И так далее. По аналитике она есть в Cloud, в Hybrid она под вопросом API Analytics есть, но мониторинга еще нет. И Advanced опция API мониторинг и так далее она есть только в Cloud. Но Hybrid они активно развивают и Google активно развивает этот проект. Теперь давайте посмотрим у нас разные наши солюшены. Если посмотреть APG и Public Cloud поддерживает managed by APG он крутится в Cloud это SaaS solutions. Tracing поддерживает integrated портал Drupal портал multi-region авто скейлинг монетизация bot detected и так далее то Hybrid тут поддерживает очень мало чего. Если брать Istio Mixer адаптер который я использовал не раз на проектах то тут есть управляется кастомером потому что мы его ставим себе он интегрируется с APG Agent у нас есть поддержка integrated портала Drupal полиси мы можем применять они то лимитированы но те полиси rate limit авторизации квоты это все применяется management by customer и требуется установка в Kubernetes потому что еще работает в Kubernetes Edge в принципе ставится не только в Kubernetes он еще ставится на виртуальные машины в Cloud Foundry в Docker чистый и APG Private Cloud поддерживает ну тоже ставится managed by customer трейсинг поддерживается Drupal портал поддерживается монетизация остальные вещи не очень ставится на виртуальной машине как раз APG Private Cloud на одном из проектов мы рассматривали и считали мы очень сильно отказались от него потому что там было порядка 16 разных типов инстанцев и сбалить они стоили очень прилично я уже точно суммы не помню но каждый месяц там приличная сумма выходила только чтобы запустить Кассандру Зубкипер и так далее все вот эти сервисы в полисе по доступности да Enterprise Gateway поддерживает очень большое коллина все считаете ОАУС поддерживает авторизации спайка квоты кэшинг логин и мониторинг языки программного Java Python и все Майкро Gateway меньше всего поддерживает и все адаптер поддерживает OpenAUSE полис JVT токен IP validation spike квоты поддерживает и логин и мониторинг поддерживается соответственно мы на проекте то что делали у нас было несколько инварментов в APG было несколько кубернетиш кластеров которые были подключены к APG через адаптер применялись общие полиси для пользователей без разницы на какой кластер они пришли применялись общие квоты соответственно если можно было сказать что у такого пользователя он может к какому микросервису делать тысячу реквестов все остальное будет дропаться и те же самые рейты лимиты что 5 одновременных коннекшенов задержки и так далее это все можно было реализовать благодаря истер адаптеру к APG APG менеджмент с антас Google сейчас сильно развивает антас развивает антас активно в своем направлении и соответственно тут у нас идет они интегрируют в антасе сейчас истилу чтобы объединять кубернетис кластера управления кубернетис кластерами миграции виртуальных машин в контейнеры и точно так же они интегрируют туда API gateway интегрируют это это то что уже сейчас есть и оно будет все больше интегрироваться в продукт антаса какие у нас есть варианты прайса на сайте нету прайс только чтобы запросить прайс надо им написать мы использовали эвалуэйшн и стандарт вот эти два тарифных плана которые мы использовали 100 миллионов API коллов каждый месяц этого в принципе достаточно там есть лимитейшн на 3 инвармента этого достаточно в принципе чтобы поиграться потестить если вы хотите именно уже в прод выйти и использовать тогда вам надо или стандарт или уже выше проект потому что тут один юзер только на один инвармент это вкратце то что на данный момент есть прайса нету я прайс даже не могу вам сказать какой потому что не я контактировал узнавал по прайсу это заказчик контактировал и узнавал этот прайс у API ну то есть у гугла на данный момент это кратенькие линки я привел несколько проектов где описаны первые три линки описаны воркшопы по работе с APIG их можно открыть посмотреть функционал посмотреть как делать разные вещи с APIG с авторизацией со своим порталом и так далее поиграться и вам достаточно будет эволейтед подписки базовой для того чтобы с этим поиграться понять функционал и подходит он вам или нет это линка это сам адаптер кистью который конфигурирует и тут как его конфигурить основной позыв мой в том что APIG это вещь классная но очень дорогая и ее надо использовать только в тех кейсах где оно вам реально будет нужно мультиклауд если у вас будут разные кубернетис кластера или не только кубернетис кластера вам надо будет балансировать трафик в разные регионы применять общие полики в разные инварменты в мультирегион конфигурациях тогда есть смысл посмотреть в сторону APIG потому что если использовать чисто сервисы Google у вас на данный момент не будет возможности балансировать трафик между регионами штатными средствами таким образом используя APIG у вас будет общий API gateway общий полиси контроль трафика аналитика плюс load balancer по геополиси можно в котором открутить это вкратце все что я хотел рассказать может теперь есть вопросы ребята вопросы есть привет Стас есть небольшой вопросик вот когда ты рассказывал как удобно когда есть мульти кластер в разных регионах а сам APIG он как-то территориально куда-то к какому-то клауду привязан или как он он же крутится вы не знаете если регионов много он объединяет а сам где он трафик принимает раньше было только штаты сейчас вроде они добавили другие регионы но у вас получается трафик приходит в одну точку к ним а дальше он идет по внутренней сети GCP вроде как полгода назад они говорили что будут добавлены регионы в Европе тут надо смотреть он сам скелется он сам масштабируется вы даже этого не не замечаете где он находит это салюшен в которой полностью сейчас ну эта компания была куплена гуглом и гуглом интегрируется развивается и соответственно на мощностях гугл клауда она крутится ясненько еще вопросы те кейсы которые мы использовали нам пришлось использовать это его с кубернетисом где истин потому что истин использует TCP и он не глобальный вы не вы истин не умеет работать с лоудбалансером который глобальный а TCP он к региону прибит вам надо как-то балансировать клауд DNS он умеет только раунд робин другого там на данный момент нет то есть вам или надо использовать клауд флэйр например или использовать роуд 53 с амазона балансировать но это только будет DNS балансировать а если у вас разные мультиклауды то вы захотите применять общий полиси контролировать трафик клиентов потому что если они будут разбрасываться по разным кластрам в разных регионах тем же то как-то надо это настроить что например одному юзеру можно тысяча запросов и без разницы на какой он кластр попадет и уже в этой связке вам это будет сложно другими средствами делать и опять же это дает такую возможность этот салюшен отлично подходит когда у вас мультиклауд мультириджон там он будет эффективнее в других кейсах он будет очень дорогой еще вопросы может есть я я а вот кейс Продолжение следует...